Как шла вот запись всех этих вещей? Ну, во-первых, было лично мне, я помню, что ощущал себя каким-то прям, ну, какое-то дикое было воодушевление, то есть, соответственно, 17, там, 17 с небольшим лет, естественно, ну, толком, скажем так, я такой, я человек от природы, не притягивающий деньги особо, ну, то есть, в моем случае нужно, чтобы они были, но это что-то делать. Тогда, конечно, мы такие все учились, естественно, делать вот лично мне особо как-то вот было ничего неохота, не то чтобы неохота, но как-то вот мимо меня прошло, потому что многие сверстники, допустим, уже кто-то там начал, условно говоря, с торговли какими-то газетами, всякими вот, ну, вот такими вот вещами. В итоге, допустим, достиг каких-то результатов предпринимательства. В моем же случае мне казалось, что вот музыкальная какая-то деятельность, это вот все капец мое. Ну, наверное, лучше все-таки, когда мечта есть, чем когда ее нет. Хотя бы что-то такое конструктивное тобой движет, да, не только там водки пожрать да поебаться, извините, мой французский. То есть я к чему об этом заговорил, что вот в моем случае все, вот моей движущей силой был такой некий энтузиазм с примесью такого альтруизма. То есть мне не надо было за это ничего вообще, то есть прям вот наотрезно. Да и не думалось об этом, не было таких даже каких-то соображений. И при этом хотелось этим заниматься постоянно, то есть чтобы это было всегда. Ну, отвлекаясь, конечно, на какие-то там дела житейские, какие-то обычные животные потребности, ну, не знаю, как это еще надо было. Поэтому вот поездки в студию, в Павиан, она была в Орехово тогда, на 22-м, что ли, этаже такого вот типового здания, которое было сдано под гостишку целиком. И у них вот половина крайнего этажа была их, или четверть, что ли. Ну, два довольно больших помещения. Мне очень запомнилось то, что будка с микрофоном находилась в ванной комнате. Только по назначению использовался только туалет, находившийся между аппаратной и будкой. То есть, соответственно, окна никакого не было. Но было зеркало. Было очень забавно, когда мы писали хип-хоператорию и вчетвером пели. Писать мы ее не могли очень долго, потому что, ну, нужно было либо глаза закрывать, но когда ты закрываешь глаза, воображение-то работает. Ты представляешь вот еще троих обалдуев, орущих вот этот припев, и начинаешь катиться со смеху, соответственно, цепляй-то их, ну, и т.д. и т.п. Тогда каждый новый дубль записать было целой историей. То есть, ну, не будем возвращаться к технологиям, опять же. А, ну, энтузиазм, конечно. Конечно, энтузиазм. Поездки, да, студийные сессии были чем-то таким раз таким. Конечно, мы старались максимальное количество работы в них впихнуть. Но вот, конечно, слава богу, что работали мы тогда... Тогда на студии работали диджей Пахан и Влад. Также известные всем, как Чареп, тот самый человек, подаривший нам трепанацию и все прочее. Такие замечательные явления, как ритм Ул, дерево жизни, первая дымовая завеса, Дил Би тех лет. Это все же прошло через Серджея какие-то сольные треки. Это все записывалось у него, у них тогда на павиане. Соответственно, ну, президента мы тогда особо не замечали, какой им являлся Валерий Лобанов. Вот, для нас были вот эти два человека, прям, такие, светило жанра. Не считая всех остальных, конечно. И с ними было очень здорово работать. То есть, скажем так, Пахан, Паша, он... Я очень... Вот его, у меня вот он в памяти сохранился, как такой человек в предмете, во-первых. То есть, он знает, на чем он работает, знает все возможности этих железок. Знает чуть-чуть сверх того, чтобы, если что, эти железки обмануть и сделать лучше. Череп, он больше как такой маркетолог, что ли. Но при этом тоже очень хорошо знает человек, вот, те впечатления были таковы, что... Казалось, что он знает и любит жанр. Без фанатизма, естественно, то есть, ну, поскольку он был старше нас, и он, и Пахан. Поэтому они уже как-то чуть-чуть отдупляли, что к чему. А вот и солнышко. Здравствуй, солнышко. Очень здорово было с ними работать. Плюс, конечно, было очень приятно, когда люди вот... Ну, для нас они... Можно относиться к этому по-разному, но для нас они были безусловными, как бы, авторитетами. Они были старше. Как-то... Ну, это принято уважать. Было особенно приятно, конечно, слышать какие-то лестные отзывы о своем творчестве, о таких людей. Это тоже нас, ну, способствовало... Вот, лично для меня это было стимулом, да. Это способствовало тому, что я продолжал этим заниматься, даже несмотря на то, что на это больше тратилось, чем, ну, условно говоря, там, какие-то материальные средства. Но взамен мы получали нечто такое, чего не купить за деньги. Это какая-то, не знаю, какая-то вот это... Это на уровне, наверное, уже каких-то тонких материй. Скажем так, вот есть такое утверждение, что истина, она безмолвна. Возможно, мы какую-то часть этой истины получали, потому что словами это не передать, за деньги это не купить. А как еще? Где ты еще возьмешь? Вот, ну, и вот эти вот впечатления, какие-то вот эти все, всю вот эту внутреннюю движуху получали, которая заставляет тебя продолжать, ну, и вообще жить, в принципе, вообще. Вот, получали от вот этих студийных сессий, процесса записи. Конечно, приятно было транслировать треки и друзьям, поскольку тогда еще традиция всем тусоваться большой кучей в каком-то одном месте, она еще никуда не ушла. То есть у парней были свои какие-то движения там, в Бирюлево, то есть южнее. Мы висли в Нагатина. Нагатина! That's what's up! Ха-ха-ха! У нас была как бы своя какая-то большая компания, у парней своя, ну, парней в смысле, я имею в виду тогдашнюю стальную бритву, это Винт и Мак. То есть они ставили наши песни там, мы их песни здесь, свои, потом там постоянно что-то раз-раз-раз, то туда-то сюда, там все уже давно перезнакомились, уже вместе отмечали все дни рождения. То есть, конечно, помимо того, что это было дико саморазрушительно по молодости, но это еще и было, скажем так, мы... Движущей силой наших каких-то вот этих вот веселей, что ли, был не алкоголь. Он присутствовал и в немалых количествах, но, условно говоря, вот, космос, в общем, все это космос. То есть, когда вот людям хорошо от того, что они вместе, и довольно часто бывало, что все это и не замыкалось на какую-то пьянку. Соответственно, хотелось продолжать дальше, мы продолжали. По динамике, скажем так, процессов, конечно, Винт с Маком были более продуктивными, оно и понятно. То есть, они оба очень много времени посвящали написанию текстового материала, да, рифмовке. Очень серьезно заморачивались по конструкциям, по рифмоконструкциям, да, вот, чтобы не было рифм на окончании. Ну, то есть, то, что сейчас в рэпе опять стало каким-то таким явлением, ну, то есть, его вроде никто не замечает, но оно же есть. То есть, рифмовка на одинаковое окончание как-то, ну, скучнее, объективно скучнее. То есть, сейчас бы, например, вот, я будь 15-летним пацанчиком, я еще бы подумал, а стоит ли интересоваться этим жанром, тем более, ну, скажем так, в таком направлении, да. Я говорил сейчас о динамике записей, вот, то есть, соответственно, у парней были тексты, мы с Мэфом больше же зависали вот за этим синтезом. Как таковой, как таковых каких-то талантов, прям ярко выраженных стихосложения, написания песен у нас не было, ну, объективно, то есть. Ну, и мы как-то особо не слишком сильно парились по этому поводу, в общем-то. Хотя все-таки парочку каких-то текстов или куплетов из себя выдавить в итоге удалось. Но, вот я почему заговорил о динамике, просто сравним. На момент записи нашего первого трека вот с Мэфом, причем такого сделанного по музыкалке, то есть там, признаться, у черепа с паханом у них отвалилась пачка. Когда мы приехали и все сыграли с нуля. Все вот эти партии, мы их просто помнили мышечно, как они играются, как они звучат, как они должны звучать. И просто их, если где-то один раз с ноткой ошибаюсь, то со второго дубля ошибки уже не было. То есть, аранжировка получилась, ну, врать не хочется, но что-то не меньше 15 стереопар. Да, где-то порядка 15 стереоканалов одной музыки только. То есть, очень тогда сильно влияло, конечно, и на меня, и на Антоху. Вест Коуст вот эта вся история. Вот этот, первые сольники Ice Cube'а, первый Snoop Dogg, еще тогда на Death Row и так далее. И, естественно, аранжировочки казались какими-то такими. Очень здорово они подходили, в общем, эти все эти песни Dog Pound'ов, здорово подходили под наше лето. Которое казалось тогда длинным и солнечным. Так вот, на момент написания вот этого, уже сведения этого первого нашего снимтрека в 97-м году, сейчас точно даже помню, что это был сентябрь месяц. У Стальной Бритвы было уже их шесть. При тех, не будем забывать о тех темпах, с которыми записывался тогда практически любой молодой артист. Потому что, понятно, старичков так, ну, со старичками вся история была иначе, кто уже давно этим занимается. Молодежь, конечно, имели место какие-то кидники дикие. То есть, когда звукорежиссер специально вешал компьютер, висит, а ты за это дело платишь. За то, что у него висит компьютер. Ну, как-то так. Поскольку и предъявить некому справедливость искать в конце 90-х было как-то вообще не к месту, что называется. Поэтому как-то все это на тормозах и спускалось в итоге. Что там было-то? Пять треков у них уже было на тот момент. Шесть, да. Некоторые из них в итоге вышли потом на «Семье Юга». Но становилось понятно, что... Ну, и как-то Сашка так, маг, я помню, однажды невзначай брякнул, что, мол, да я, говорит, пишу, как дышу, что называется. То есть, если, говорит, есть желание, то можно, говорит, ну... То есть, я с удовольствием предложу там свои куплеты без проблем. Чем-то это зазорным не было, как впоследствии оказалось, в общем, и правильно. Сейчас это вообще, скажем так, вернемся опять к американизмам, гострайтинг, да, так называемый. То есть, там у них, ну, вообще, вот, да и ладно, что там «там у них», я вот тоже... Это такое слово «паразит». Вообще, в мире это такая практика. Ну, если в итоге получается хороший продукт, то почему нет-то? Чего вы, бля, упертые такие? Не брать тексты... Условно говоря, да. То есть, хотя, конечно, ну, поскольку все мы были молоды и горячи, естественно, тогда ты это казался зазорным довольно-таки. Ну, как же так? Вроде как человек, который что-то говорит, он... И с этим я тоже согласен. То есть, поживка уже, там, чуть подольше, да, что-то, чуть более, там, 20 лет. Как-то становится понятно, да, что о некоторых вещах просто так болтать не будешь, потому что ты просто не имеешь о них представлений ни малейшего. Ну, и понту нет. Какой смысл? Ну, что ты будешь там распинаться, как ты летал в космос, если ты, не знаю, всю жизнь за пределы Московской области не выезжал? Ну, там, то есть, это абсурд априори. Как-то, ну, поэтому поначалу я вот уж точно не помню, как это все получилось. Потому как первые тексты, то есть, была песня «Юг представляет», которая нигде не появилась. Потом у нее был совершенно тоже дичайший инструментал с какой-то симфонией. То есть, это наш был пик просто с мэфом какого-то вот этого самоучного сочинительства. Вот, при всем том, что она, правда, круто звучала. По, наверное, по наполнению сейчас можно было сравнить как вот какого-нибудь доктора Дре даже 90-х годов. С кучей пищалок, дуделок, которые летают по панораме, какие-то три звуковые, то есть, только два или три звукового было баса одного. Использовано в одной аранжировке разных. То есть, в этом моменте так, в этом сяк, под них под всех еще сап какой-то подкладывался. Все это, конечно, было не очень умело, но тем не менее. То есть, мы слушали то, что делают, так сказать, отцы-основатели. И каким-то образом применяли их опыт, ну, на себе в той или иной мере, то есть, где-то меньше, где-то больше. Вот, в общем, вот эта вот песня «Юг представляет», да, о которой я говорил. «Мы из Москвы», которая на семью юга вошла. В тот момент даже, ну, абсолютную половину текстов написал Винт, кстати. Мак писал себе и, ну, по большей части, под себя куплетики. И что-то, я так понимаю, насколько помню, где-то редактировал вот то, что, ну, где-то, может быть, у Винта были какие-то спорные моменты. Они вот, они постоянно виделись, поскольку жили рядышком, там, в Бирюлях. И постоянно у них происходила вот эта вот, то есть, вот эта работа шла. Поэтому, ну, плюс все-таки нельзя не отметить человеческие качества этих людей. То есть, они как-то вот более целеустремленно к этому подошли, поскольку, ну, в нашем СМФ-ном случае это все было такое, чуть более по-раздолбайски. Ну, как мне кажется, вот сейчас, оглядываясь назад, то есть, в принципе, возможности уже были. Можно, ну, нужно было лишь приложить усилия. Ну, бог его знает. Тогда, вот, нам казалось, что все в порядке. Как делали, так и делали. Прошлое прошло. Ну, соответственно, как вообще юг-то получился? Ну, скажем так, шкурный момент тоже имел место, потому что четвером платить за запись как-то сподручнее. Винт работал. Мак тоже как-то что-то где-то крутился, какие-то там иногда копеечки были. Ну, условно говоря, движущей силой сначала был, конечно, винт, потому что он работал, он получал стабильную какую-то зарплату, довольно нихреновую в то время, в 97-98 год. Я даже месячишко, вот, один из месяцев лета с ним поработал вместе, что называется. Работа была самая из самых примитивных, условно говоря, на какой-то там автобазе, условно говоря, там автобаза бывшая, сданная под склады, да. И вот мы там что-то вот при всей этой продукции для автозапчастями какими-то там, то есть где-то там и учетом позаняться, там что-то посчитать там вместе с боссом. А где-то и просто тупо грузчиками, да, пораскидать, разнести. Вот, но платили довольно нехило за это дело, по тем временам я, то есть, ну, я бы не пошел, если бы это было недостойного внимания, то есть материальных каких-то, да, не было достойно, скажем так, моего внимания на тему вот каких-то материальных, какой-то отдачи за эту работу. Соответственно, Винд тогда тащил запись всю по финансам, ну, то есть уже какая-то была коллективная работа, то есть понятно было, что это в принципе, ну, как, ну, это было его кровно заработанное бабло, но в том-то и дело, что в этом случае, то есть никто никого ни к чему не принуждал, наверное, поэтому так все и получилось, то есть все работали, ну, что называется, с открытым сердцем. Наверное, так это можно назвать. Результаты, ну, конечно, наверное, были мысли о результатах, но они были какими-то такими, то есть это не те результаты, о которых ты думаешь, когда ты уже абсолютно точно знаешь, что вот перед тобой план, ты выполнишь его пункты и получится то-то и то-то. А здесь, ну, вот я помню свои какие-то ощущения, было какое-то туманное, какое-то будущее, но оно было светлое однозначно, оно было хорошее, все у нас получится, все мы сейчас поделаем. Вот с таким настроем как раз, в общем-то, все и воплощалось. Поэтому еще-то посидели, помозговали, давайте, давайте вчетвером как-то вот работать. И подобралось так, что и голоса у всех абсолютно разные, разного, ну, и разные характеры полярные, и темпераменты у всех разные. Ну, прям, вот вам, бойс-бенд, блин, готовый. И как-то вот в какой-то из вечеров на остановочке уже, естественно, то есть передвижение-то было все строго на общественном транспорте, что было забавно. К местам наших тусовок, что на Красногвардейской, куда мы приезжали периодически все вместе, то есть парни из Бирюлей, мы из, от себя и на Коломенскую, и в Бирюлево. То есть, допустим, вот от моего дома в Кожухово, во все эти места, прям практически с абсолютной точностью к домам, где вот что-то происходило, какие-то наши движения, идут автобусы. До сих пор вот такие эти маршруты ходят, и, ну, так, как-то вот это символично получилось. Какой-то из вечеров, мы уже с Мефом уезжали из Бирюлева, втроем с Винтом там стояли на остановке. Да ладно, втроем, вчетвером, конечно. Мы уже тогда вовсю такие, уже начали разучивать совместные песни, уже под них была музыка, мы их постоянно репетировали, чтобы, то есть, опыт работы на студиях «Смысл жизни» господина Костарева, у него еще было между нами, там было прозвище, даже не прозвище, а это, это даже не слово, это показывали руками. Показывались вот так. Люди, кто в теме, они наверняка поймут, к чему это. Потому что однажды мы приехали устраивать там рамс, на что нам была какая-то просчитанная нелепая лекция. Ну, не важно, в общем. Я запомнил Костарева как такой человек, как иллюстрация песенки о вреде курения. Вот что-то такое. Потом парни записывались, по-моему, на студии интервью у Александра Корнышева, да, если не ошибаюсь, было ли. Первую песню «Стальная бритва» они записали там. Потом «Павиан», соответственно. И вот на опыте всего вот этого мы решили, что следующая работа в студии будет только таким образом. Мы приходим, у нас уже готово и музло, и тексты отскакивают от зубов. Иначе, ну, то есть мы застрянем. Ну, мы очень долго будем делать какой-то первый материал. И вот такие, то есть это уже, это уже был осознанный шаг абсолютно. То есть все, вот так работаем, больше никак. Соответственно, вот эти, вот эти вот первые песни, которые мы уже разучивали и читали, ну, это можно бы назвать даже какими-то репетициями, читали их уже как вчетвером, еще, ну, еще без названия, что называется. Все это происходило в Бирюлево. Рядом с бирюлевским мясоперерабатывающим комбинатом строился огромный холодильник, а потом его бросили. Это такое, по-моему, шестиэтажное здание, занимающее здоровенную, довольно-таки немалую территорию, с огромным подвалом, то есть, ну, подхоронение убиенных, что называется, здоровенный такой морг для коров. Строили. Ну, вот на тот момент, что эта стройка остановилась, ее бросили. Доступ на нее был совершенно шаговый, то есть, она была недалеко от Лентовского дома, соответственно, с доступом на крышу, на все дела. То есть, вот эта вся наша рэперская романтика там воплотилась. Мы там безбожно рисовали, у нас было несколько бочек, в которых по всем правилам гетто горел огонь. Мы там все время что-то там читали, что-то слушали, какие-то обсуждения за рэп. Ну, конечно, все это, все под водочку, под пивко. Естественно, а как же же? Нам же выбора никто не оставлял. Все это, в общем, было довольно весело. Приходило туда тоже, естественно, много людей. Всем, кто помнит заброшку, всем привет. Кого-то даже не стало уже. Как-то так. Но это было такое наше. Первой нашей концертной площадкой, что называется. Мы читали вот для друзей, в прямом прям эфире, что называется. Ну, только что музыка шла из магнитофончика. Мы ее предусмотрительно записали на кассетке. И такие, значит, транслировали, читали. И нас тоже подбадривали друзья. Все это потом, конечно, отмечалось каким-то количеством спиртного. И в таком вот режиме прошло еще одно лето, 98-го года. И тут как-то получилось так, что что-то винта позвали служить за чем-то. А то есть, ну, он уже был что-то постарше, по-моему, даже, чем призывной возраст. То есть он, по-моему, пошел в армейку позже, чем должен был. Ну, это как-то связано, видимо, с его движениями вообще по жизни. Потому что родился он вообще, я такой, насколько помню, не здесь. То есть он прожил, провел детство в Крыму. Ну, это он вам лучше сам об этом расскажет. Ну, в общем, в любом случае, как-то армика, каким-то образом его здесь достигло. Что-то в возрасте 20, что ли, лет. Ну, мы, конечно, все такие аж осели, потому что, ну, все, то есть. А мы трое такой, маг-студент, и мы два. То есть я там в реставрационном училище, мы в этом, ну, тоже в колледже, вот, в профессиональном по энергетике. Денег нет ни хера, как записываться? Что делать будем? Причем, ну, винт всегда был самый неистовый. Вот, очень многим вообще винт, вот, я слышал впечатление, типа, блин, а я вообще винта перематываю. Я не знаю. Это самая вообще, по-моему, неистовая рэп-сила во вселенной. Просто, ну, прям реально. Это был какой-то, когда... Если мы были такими моторчиками разной мощности, то винт был однозначно авиационной турбиной такой. Все, пиздец, умри все живое. А тут его в армию зовут. А уже Бэт в армии, то есть... И вроде как-то, ну, параллельно даже вот с югом... Винт придумал с названием юг. Я же не сказал этого. Вот я дубаек. Винт, да, в итоге, вот как-то на очередной... Очередной раз мы от них уезжали. И стоя на остановочке, почему-то такие подумалось нам, что, в общем-то, все наши тусы, все, что связано с нами по жизни, все находится в пределах южного административного округа. Тут-то нас осенило. И винтяр изрек. Да будет юг. И был юг. Да. Хочу отметить особенно, что в тот момент, когда еще мало того, что начали появляться первые признаки того, что винт вот-вот отвалит на пару лет, как минимум, куда-то в ряды вооруженных сил. Наряду с этим закрыл студию Павиан. То есть все реже туда мы смогли попадать, что-то созванивались периодически с черепом. Ну, вот как-то вот раз-раз-раз. Ну, то есть в итоге получилось, что там какие-то случились какие-то лютые проблемы. В общем, студии не стало. По крайней мере, для нас. Вот. И мы такие офигенные ребята, полные силы энтузиазма, но без базы для воплощения своих идей всех в жизнь. Оставимся без студии. Записываться негде. Чтобы время не терять, соответственно, винт очень плотно сидит, пишет текст. А, не смаком, значит, этим занимается. На тот момент уже по большей части музыкой занимался уже больше я. Ну, как-то меня к этому тянуло, что ли. То есть я мог ночами просиживать, допустим, даже у Мефа дома. То есть он уже мог там где-нибудь, допустим, отдыхать. Я мог сидеть еще полночи просто за компом в наушниках, что-то там собирать, какие-то звуки. Вот это все. То есть, позабыв, покой и солнце, что называется. Записаться негде. Хреново. Мы начинаем искать какие-то студии. Понимаем, что, в общем-то, мы ищем то, что найти нам будет не очень просто. Повторюсь, в 98-м году еще это было, ну, это уже было легче, чем в 96-м, но все еще не так просто, как сейчас. Был такой какой-то старый приятель по лицею физико-математическому, макро. Какой-то старый его приятель, фанат тогда еще команды «Динамо», активно болеющий. Паша Иванов, вот как сейчас помню, да. И тот как-то обмолвился Сашке, что, мол, какой-то, вот, а он играл тогда, или был солистом, что ли, или играл в группе вот какой-то такой, типа, рэпкоровый. Безумие вот это экстремальное. Он говорит, вот какая-то на Коломенской есть, мы, говорит, там репетируем. И вроде там у него даже студия есть, он может записать. В 98-м году, вот так вот в ноябре, мы набрели, через, вот, опять же, старых каких-то знакомых, друзей детства, мы набрели на ту самую студию на Коломенской, в здании электронно-технологического техникума. теперь уже известную как MYM и, собственно, Ян Иванович Сурвилла, который открыл мне дверь. Однажды я туда приехал в субботу, и вот он мне оказался. Хотя мне, ну, меня предупредили, что в субботу он работает. Я пересекся с этим вот этим Пашем, мы с ним туда дошли, чтобы я запомнил, где он находится. Позвонили, дверку, дверку не открывают. Он говорит, ну, наверное, сегодня нет никого. Я приехал через день в понедельник, просто вот, наобум. Ниоткуда, так, по телефону, не телефона, ничего не было, естественно. То есть, как туда звонить, никто не знал. Поэтому, ну, лучшего способа, чем припереться и поставить перед фактом человека, меня не оставалось. Что я и проделал. Мне открыл дверь такой человек, явно далекий вообще от того, что делаем мы. Как выяснилось в тот же вечер, он вообще не имеет представления, не имел тогда представления об этой музыке, ну, такого какого-то, чуть более глубокого, чем остальные. Но ему было интересно. То есть, в то время вообще можно было наткнуться на многих студиях на отторжение. что, ну, то есть, что, вы что, 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 а, рэп записывать? Хе, ну, идите в жопу. То есть, не, вы что? Вы что, музыка, что ли? Ну, и так далее. И такие вещи. Ну, такие вещи можно было наткнуться запросто. Вот, поэтому меня и поразило. То есть, я к нему пришел, у него репетировали какие-то тоже ребята, ну, какой-то живага, какой-то такой. Сейчас это называют таким беспощадным словом говнорог. Ну, я не знаю, ну, что-то такое вот. Какой-то живичок, ну, репетируют все люди, и, ладно, то есть, я не... Скажем так, ни в коем случае никаких там претензий ни к кому. И я ему рассказываю, что вот мы такие-сякие, хотим вот такое-то писать. И совершенно поразительным образом говорит, а давайте попробуем, мне интересно. Вот с того дня, в общем, только в этом году он оттуда уехал. Сейчас студия находится в другом месте. Тоже в Южном округе, да. На Домодедовске. На Домодедовске, да, теперь она находится. А так, вот с того момента мы там проработали в Акурат 11 лет. Ну, с переменным успехом, что называется. То есть, в те годы, конечно, вообще плотно. То есть, мы не вылезали оттуда. С годами, конечно, реже. Уже потихонечку. Где-то неудобно, где-то там... Ну, дела житейские. Там мы записали, собственно, первые композиции. Вот эти вот все. Мы из Москвы. Вот это весь наш юношеский задор с нашим вот корешком из Ногатина. Ногатина! Андрюха, которого звали Клок Дре. Все очень просто. Человек очень полюблял альбом Краник 2002 года. Доктора Дре. В общем-то, и кроме как, ну, зазвали его Андрей, ну, и все его звали Дрей. Так и звали его просто. До сих пор все такое зовут. На райончике там живет. До сих пор Ногатина с братом Дрей и все. Ну, а как-то вот привыкли. Ну, и, соответственно, вот из этого материала в итоге получилась семья Юга. Ну, то есть, отдельно стоит отметить, что параллельно всей вот этой движне, которая у нас происходила, Бирюлева, Ногатина, Краснуха, Кожухова, Тратата, постоянно же какие-то люди крутятся. И кто-то из них тоже, конечно, заразившись этим вирусом. Все слушали рэп так или иначе. Конечно, кто-то тоже начал пытаться почитывать. Так появились тени, так появились и не появившиеся в итоге люди солнца, группа была. Ну, сейчас вот один из ее участников. Один, к сожалению, покинул нас. Второй, к счастью, жив-здоров, все у него хорошо. Звать его Ильнур, он же просто Эл. Сейчас даже где-то вконтакте он разместил свои треки. Охрененно талантливый перец. Очень хорошо, что он продолжает. Это, в общем, прям радостно, действительно. Южный фронт, соответственно, да. Ну, Южный фронт пошел фактически. Это называется «Спасибо Нечаеву». «Все поблагодарим Диму». Ну, типа того. Шутка, конечно, понятно. Все равно энтузиазм был общий, но тем не менее. Если мне тот припев, наверное, может, и не было никакого Южного фронта. Это отдельная песня. Южный фронт, все-таки, да. Тогда нам было пофигу. Я считал, что вот. Раз тоже парни тянутся, то есть надо им, знаешь, часто слышу такую фразу «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами». Вот как-то так. Именно, наверное, руководствуясь этим где-то на уровне, где-то вот тут вот, то есть совершенно спокойно там друг друга делали и музыки, и участвовали друг у дружки. Так вот, как все, это было в порядке вещей. То есть, показалось, что это и есть правильный путь. Привет. Южный фронт. Что-то ведь еще было. Нет? Да, все, пожалуй. Да и хватит, куда столько народа. Была у нас даже читающая девочка, Галечка. Очень давно ее не видел. Вот она, кстати, одна из первых, наверное, начала посмеиваться над поклонниками рэпа, потому что у нее была старшая сестра, и обе они учились в... поучились. То есть, старшая была... Старшая художник, такой прям серьезный, насколько я помню. А она сама училась на лингвиста. И английский знала лучше, чем все вместе взятые. Вот. Что-то где-то, вот очень я помню, она помогла и мне, и вообще, и многим, чтобы понять, разобраться, о чем вообще, о чем там эти руками-то машут, о чем вообще, в чем соль. И как-то вот она нам, так сказать, помогала постигать жанр. Вот. Поэтому, ну, она, да, она первая, в общем, откололась из всей этой тусы, потому что... Потому что она девочка, она другая. А нас там это за куча мужиков, каких-то пацанчиков, все, как-то что-то... Ну, а у девчонок у них по-своему же все. То есть, вот тогда прям был самый такой вот... Такое вот время, начали появляться наши, что называется, группы-спутники, потому что, ну, группы-клоны, это явления чуть более позднее. Это уже после нас, после касты пошло. А тогда были группы-спутники. Даже вот в объединенной касте тогда, я очень хорошо помню, что выделялись все. Потому что они старались быть оригинальными, ну, максимально оригинальными. Потом уже как-то, да, у кого-то что-то сошло на нет, так же, вот, как и у наших. Парни хотели, может быть, чего-то другого, то есть, ну, а свой же вкус в свою голову не прицепишь, свой вкус не навяжешь. Ну, если не использовать гипно-жамбу, конечно. Поэтому, в общем-то, наверное, именно таким образом-то и распадаются какие-то такие большие коллективы. Но пока вот все идет на одной волне, все очень даже многообещающе, бодряще и весело. Шел год 99-й. Тогда мы, вот, по весне 99-го в армию ушел маг. Вот. И казалось, что все, можно, в принципе, на юге ставить точку. То есть, сначала ушел один пишущий текст служить родине, потом второй. И мы такие два студента остались все вот это вот. Но, к счастью, Сашка служил здесь. Где-то неподалеку, поблизости. Поэтому, то есть, ну, если, например, винт сразу умотал в учебку куда-то под Коломну, а потом оттуда и вообще в Тирасполь, в Молдову, в составе миротворческих сил. С нашивкой МС. С нашивкой, да. Вот МС, МС еще так. Тогда эта тема камуфляжа была вообще отдельной. Это было вообще что-то такое священное, по-моему. Ну, не суть. Собственно, дешево и сердито он написал, МАК, написал целиком за неделю в госпитале. Я думаю, подробнее он об этом расскажет сам. Но сие есть факт. То есть, в общем-то, это и не секрет. Секрета мне и не было никогда. Ну, как сказать, говорят, да, вот, не сказать и соврать, это две разные вещи. То есть, нас особо никто никогда не спрашивал, а кто писал тексты. Когда спрашивали люди, мы совершенно всегда честно отвечали, что, а вот это вот этот мальчик. Как же так, как же так? Ну, если хорошо звучит, то какая разница, по большому счету. Мак тоже ушел в армейку, и вот в 99-м подвернулось мероприятие, проводимое второй раз, студентам РУДН по имени Вилли. РУДН, это где учатся студенты со всех сторон мира, включая и темнокожие континенты, поэтому совершенно справедливо, что Вилли был с таким именем, в общем-то, он был, Вилли был негр, если хотите. Вот, ну, такой русскоязычный. То есть, и он такой раз-раз-раз организовал, начало в 98-м, в 98-м году они строили вот этот фестиваль «Микро-98». Довольно, на то время довольно успешный, на мой взгляд, потому что зал был битком. Это было на авиамоторной, было не продохнуть, было жарко, прям был биток, невероятность. Там еще такой круглый зал с большим балконом, большая сцена была, как сейчас помню. Вот тогда я впервые там увидел шотгана, увидел дайма тогда, думаю, вот те самые, а в них уже вышел вот этот том первый, да-бам, все дела, то есть, чужая территория. Я вас умоляю, то есть, где я, а где дайм, то есть, такие, это он, это он, да-да, круто. Сергей Леголайс, там что-то сидели где-то еще. Сергей Леголайс, это были вообще какие-то особые персоны, что-то вроде таких апостолов каких-то, потому что, ну, после 98-го года, я очень хорошо помню, как нас, когда там посносило бошки вот этими двумя треками, когда Лига уже вернулся на тот момент из Африки, он там, ну, пожил, скажем так, узнал что-то для себя такое, что до этого, что до сели было ему неведомо, и такой, и дал это вот всем, и вот они, Сергей, сделали вот этих вот мастеров слова, и все вместе на месте, это был прям отрыв головы, вот ни больше, ни меньше, это было какое-то совершенно, ну, это были эпохальные песни, то есть, не меньше, скажем так, конечно, если сравнивать вообще в масштабах планеты, то наш русский говнорыб, конечно, это такое явление, как он высерок, он той вороны, но для тех, кто все-таки в этом варится, кому это все-равно все-таки как-то до сих пор близко, это было событием, конечно, таким, ну, ничем не уступающим, не знаю, лунному затмению, например, или там солнечному, то есть, когда все в ахуе стоят и смотрят, как там, значит, вот это все, светило небесное движется, вот так мы смотрели на них, то есть, вот это, дядьки, все, ну, ведь правда дядьки, Вилли, Вилли, вот этот фестиваль, как раз, да, он продолжился в следующем году, то есть, тогда какие-то такие перспективы, я не знаю, почему сейчас такого не происходит, это странно даже как-то, либо происходит, я просто, может, не слежу, вот, по городам и весим сейчас, довольно немало таких вещей, а, что касаемо Москвы, вот эти вот движения, ну, проводил Валов, конечно, наш патриарх, все я, кроме шуток, нет, Валовичев, отдельная вообще песня, как бы, большое человеческое спасибо, соответственно, он проводил вот эти рэп-мюзики свои, и, ну, надо заметить, довольно нихерово проводил, то есть, люди приезжали, приходил всегда, всегда публика, всем было весело, все улыбались, собственно говоря, выступали, там, знакомились, как-то, то есть, движуха шла, да, то есть, мы не говорим сейчас о каких-то личных качествах людей, это, все равно это один хрен субъективно, то есть, у всех хватает странности, поэтому, ну, не об этом разговор, вот, что касаемо дела, тогда, вот, вот эти все его движения, шефы, конечно, они были, ну, в нужном месте, в нужное время, в общем-то, и при этом, ну, не такими деструктивными, как вот, допустим, сейчас проводятся какие-то мероприятия, я просто, ну, вот, скажем так, немного отвлекусь, да, они все-таки, вот, я бывал на какие-то, вот, современные, вот, то, что сейчас проходят, какие-то, вот, эти движения, куда-то нас приглашали, вот, в города, но они какие-то безумно деструктивные, то есть, ну, люди собираются, то есть, движущая сила, опять, препараты какие-то, химия, то, не знаю, там, пиво, водки попить, то еще, но как-то вот, живого вот этого ничего не происходит, и, ну, нет ощущения вот единого целого, ну, потому что этого единого целого и нет, наверное, ну, не суть. В 99-м, мы уже как полноправные участники, то есть, в 98-м, мы участвовали, участвовала группа «Стальная бритва», участвовала группа «Тена» и «Сквад», это были «Я и МФ», английский язык, ничего не поделаешь. Ну, стоит ли говорить, что «Стальная бритва», они выступили очень слаженно, четко, плюс вышли на сцену такие полностью в черном, то есть, в черных таких широких одеждах, у Мака даже на шее висела цепочка с пентаграммой, то есть, это был вообще ад, прям вот-вот они, вышли два кислых друга, ну, то есть, впечатления было масса, конечно, от увиденного, и они где-то выступали в середине программы, то есть, скажем так, отметить их, вот я помню, что их отметили, но в основном ценители, то есть, которые внимательно вслушивались в музыку, которая шла, и как они, как и что они поверх нее читали. Опа, и вот мы снова под зонтом. Мы, как «Тена» и «Сквад», мы своих песен не делали, мы решили сделать записанную на тот момент хип-поператорию и сделали ее вчетвером, то есть, парни вышли вместе с нами второй раз на сцену. Ну, стоит ли говорить, что, конечно, ничего, мы на этом фестивале никаких оваций и призов не сорвали, вот, но это было не главное, нам было достаточно даже в этом поучаствовать, мы, там, узнали каких-то новых людей, то есть, ну, вот, вот, как-то вот в таком ключе все развивалось. Соответственно, на следующий год мы решили, что, ну, уже еще раз поучаствуем, почему нет, если позовут. Соответственно, да, у нас, ну, с нами опять связался этот вилли, был вот этот фестиваль, «Микро-99». Участников набралось, опять же, немало, но в отличие от 98-го года, они провели его чуть позже, уже, то есть, не в конце мая, первых числах, июня, когда все еще здесь, а уже 12-го, в праздничный день, уже тогда, да, день за каббализацией России уже отмечался, вот, соответственно, это было праздничным, выходным днем, и было, это было прям такое, прям лето-лето уже, когда было прям дико жарко, вот, в это время. Соответственно, ну, стоит ли говорить, что город был просто пуст? На фестиваль пришло зрителей, дай бог, едва ли не столько же, сколько участников там было всего, то есть, допустим, было там, там, 10 групп, там, в которые, ну, в среднем коллективе 2 человека, то есть, 20 стрел, ну, условно говоря, вошло туда, там, 60, ну, 80, может быть, зрителей, ну, 100, но это потолок, все, вот, то есть, из этих 100, допустим, 40 человек, это были друзья, приглашенные, приглашенные вот самими участниками, вот, но, при этом, мероприятие освещало MTV, призы дарил Funky Street, открытый, ну, появившийся первый магазин хип-хоп одежды, не знаю, в России или, но в Москве точно, наверное, и все-таки, и во всей, во всей стране, потому что, ну, сию неблагодарное дело, долго на себя никто не брал, да и как таковой хип-хоп одежды не было тогда, то есть, были какие-то безразмерные футболки с изображением паблик-энами, каких-то логотипов групп, но, вот, на рынках, хип-хоп одежда в таком виде, в котором мы привыкли, вот, многие привыкли сейчас и думают, что она такая была всегда, а? не капает, не капает, обманщик, вот, этого, конечно, ничего не было, поэтому они были первыми, вот, то есть, спонсировался, да, условно говоря, этим магазином победителей, то есть, условно говоря, они одевали там, с МТВ приехал, тогда еще, сам Александр Анатольевич, то есть, ну, когда не было мысли, что он там может быть каким-то странным, то есть, казалось, что все пиздец, сам это, камера смотрит в мир, да, вот, что называется, all eyes on me, то есть, все смотрят вот сейчас на нас, и мы такие, ва, вот это вот все, то есть, ну, это было серьезным подспорьем, ну, соответственно, и все наши, какая-то часть жюри была, из наших старичков, представителей, и там, были ребята из СТДК, был Сергей, по-моему, если не ошибаюсь, ну, в общем, вот, с миру по нитке, вот, старье собралось нас судить, среди как раз и жюри, сидел этот Анатольевич, то есть, и сидел, прям объективно оценивал, как потом выяснилось, вот, и вот при поддержке, там, немалочисленных наших друзей, то есть, с нами приехал парочка ребят, Ромарио, был тогда с нами, я помню, Дрей, опять же, вот этот наш клок Дрей, он тоже участвовал, в виде конкурсантов, да и все, пожалуй, ну, ребята из теней с нами были, то есть, как-то вот мы приехали, такой, но все время перемещались, в компании, да и в этот раз, был не исключением, приехали туда, перед вот этим вот, жиденьким залом, кто был в МДМе, тот знает, что сцена там более чем приличная по размеру, а зал тоже такой, то есть, чтобы он казался маломальски полным, надо не меньше мере, ну, по меньшей мере 500 рыл, без вариантов, прошу прощения, остановимся. и вот, в общем, при поддержке вот этих малочисленных зрителей, довольно в большом зале, то есть 60 человек выглядели, как будто их и нет, мы, в общем, как-то выступили, сделали один из трек, в который пойдем, в итоге молодежь, в итоге войдет на семью Юга, ну, и что, от выступались, то есть, также спустили зал, смотреть на оставшихся участников, все участники прошли, в том числе и тени наши, то есть, вы тоже что-то провели, все поделали и так далее, жюри, значит, совещаться, вот ей-богу, подобных ощущений, конечно, потом очень давно не испытывал, когда Вилли с Анатольевичем, выходит на сцену, еще с Сержинами был, из-за СДК, и потом вот, вот эту запись мы вставили в интруху на семью Юга, снимал с рук наш приятель Роман, на мэфовскую камеру, поскольку мы с вами участвовали, и, когда там тара-та-та-та, Вилли, давай, типа, я бью ли победителя, и так, первое место, занимает команда, Юг, это был пиздец, вот, другого слова, наверное, не подобрать, велико-могучий русский язык, то есть, то есть, стоит ли, скажем так, я думаю, в принципе, понятно, да, насколько это послужило сильным, вообще, толчком для нас, которые, для нас двоих, когда мы находились там, в зале, и, естественно, когда об этом узнали, Макс, винтом, тоже в армейке, то есть, ну, то есть, понимаешь, да, получается, что, скажем так, это можно было оценивать, как знак того, что все не зря, вот, и, что продолжать, непременно стоит, вот, наверное, как-то так, вот, вот, вот такое ощущение, вот это было дико радостно, то есть, к счастью, вот, как раз, поэтапно, можно, отследить, вот, вся вот эта вот, все вот это движение, связанное с творчеством, оно вот, периодически озарялось, вот такими событиями, энергии, которых хватало, чтобы пройти еще несколько лет дальше, вот, вот, таким вот образом, то есть, не, ну, скажем так, не отклоняясь от заданного курса, ни на минуту. Думаю, что далее, вот, все, что было далее, мы узнаем далее. А посему? Разговор мы, точнее, не разговор, а вот этот монолог, я уверен, что мы продолжим обязательно, в скором времени, поможет нам в этом УГВ-ТВ, УГВ.ру, точнее, хотя УГВ-ТВ тоже неплохо звучит, вот, ну, и не забывайте о нашей группе ВКонтакте, мск-мьюзик.ру, работает, заходите, будем рады, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова